Живое Откровение. Книга Ответов. Древнехристианские тексты первоначально почитаемые, но позже, в IV веке, не вошедшие в канон, хотя в церквях первых веков их почитали наравне с каноническими текстами. Глава первая. И спросили люди ищущие, как бороться со своим эгоизмом, и ответили им во Святом Духе. Отдавайте, сейте, восполняйте чужие нужды. Боритесь со своим эгоизмом безвозмездным даянием, даянием в любви. И если вы в любви отдаете самое лучшее и самое ценное, что имеете, то гораздо лучшее и еще более ценное вы в любви и получите. А без любви ничего невозможно, ибо дар с любовью – дар драгоценный, семя, дающие изобильный плод. А дар без любви – лишь подачка. Это мертвое семя, оно не прорастет. Великая сила скрыта в бескорыстном даянии. Так ваши души очищаются и укрепляются. Бог чтит малое, сотворенное с любовью, а небольшое в ненависти творимое. Бог смотрит, Бог видит, Бог помогает и не забывает о вас. И еще спросили люди, как долго бороться со своим эгоизмом, страстями, негативными мыслями. И ответили им. Вся наша земная жизнь, борьба со страстями, Бог обновляет душу человека, но плоть остается прежней. Обновленная душа, возрожденная от смерти к жизни, ищет живого того, что от Бога. Но плоть слаба и немощна и зовет нас творить дела плоти. Бог обновляет наш дух, но за его рост, за его развитие ответственны мы сами. И все, уповая на Бога и с его помощью преодолеем, если не ослабеем и не опустим рук, и продолжим борьбу со страстями и развитие духа нашего. И чем вы становитесь сильнее, чище и праведнее, тем сильнее ваш дух. Тем Бог более мощно, изобильно и благодатно действует в вас и через вас, изливая свою истину, любовь и свет на все свое творение. И чем сильнее дух человека, тем сильнее дух святой руководит его жизнью, ваш дух, в котором ныне живет дух святой. Да, отныне дух святой правит в вашей жизни, дух, а не плоть. И спросили люди, как найти баланс между духовным развитием и делами земными, чтобы и первое не упустить, и второе не забывать. И ответили им, смотрите на земное через духовное. Да, на все дела ваши смотрите через призму вечности. Находите баланс между духовным вечным и между земным проходящим. Находите гармонию во всех сферах вашей жизни. Все сферы жизни нашей важны, все ценно. Но вечное все же ценнее проходящего. Расставляйте правильные приоритеты. Не забывайте, что вечное первостепенно, а проходящее тоже порой важно, но уже менее. Но не запускайте и дела земные. Земля – подножье небес. Ваше небесное является в земном. Творите добрые дела. Творите все в любви, как для Господа, и оно Господа благословенно будет. И добрые дела, посеянные в добрую почву, поливаемые молитвами и защищаемые от расхитителя дьявола, непременно дадут добрые плоды. Аминь. И еще скажу, добавлю вам, не бойтесь меняться, не бойтесь отказаться от привычного, не бойтесь выйти за рамки обыденного. Вот Бог творит все новое. Не бойтесь и вы новое творить. Если это новое во славу Бога и помогает вашему духовному развитию и воссоединению с Творцом, вы, дети Бога, Царя Вселенной, живите же достойно этого звания, к которому вы и призваны. Аминь. Глава вторая. И спросили люди и ищущие. Вот, многие устают на своем пути, как превозмочь слабость, и ответили им, несите истину и свет, несите Божью праведность и святость, всегда, во все дни жизни вашей. Не бросайте начатое, не сворачивайте с пути, не замедляйте свой шаг. Порой будет трудно, порой очень трудно, но бросать начатое нельзя. Вы знаете уже многое, и это хорошо. Но важно не так знание, как постоянство на пути к вечности. Постоянство в жизни по законам Бога. Постоянство в молитве. Постоянство в добрых делах. Постоянство – ключ к успеху в любом деле. Пребывайте в слове. Это пища с небес, подкрепляющая ваши души. Питайтесь словом от Бога. Оно – источник вашей силы, силы с небес. Не сворачивайте с истинного пути. Мир предлагает множество путей, но вы идите по Божьему. В мире есть множество дорог, легче или тяжелее, приятнее или менее приятнее. Но вы идите путем истины. На Божьем пути будут и трудности, и невзгоды. Враг не дремлет. Но это Божий путь. А значит, этот путь – наилучший. Лишь на Божьем пути явление Божьей силы и чудес. На этом пути – сам Бог. И эта дорога ведет нас к небу. Не замедляйте свой шаг. Будьте постоянны в своем шествии по дороге правды. Трудно? Поддерживайте друг друга. Устали? Подкрепляйтесь словом. Помогайте друг другу. Молитесь друг за друга. Будьте опорой друг другу. Вместе мы сильнее. Вместе мы крепче. Вместе мы все преодолеем и все превозможим. Ключ к успеху. Ключ к обретению силы Божьей в постоянстве. В шествии, в молитве, в делах. И во взаимоподдержке. Будьте благословенны. Господь с вами. Не унывайте, но радуйтесь. Вы сможете. Да, будут трудности и препятствия. Порой и уныние, и разочарование. Но вы не опускайте рук. Тогда вы все преодолеете и все сможете. С Богом все возможно. Аминь. Глава третья. И спросили люди ищущие. Почему не всегда дается нам просимые у Бога? И ответили им. Потому что просите не на добро, а на зло. На погибель себе. Питаясь суетой и тленом, на погибель себе просите. Бог изобилен. И его рука не оскудела. И он изобилен в ваших нуждах, восполняя их. Но не в ваших желаниях плоти, которые уводят вас от него. Сие не есть благо. Оно не от Бога. А если и просите во благо, то в сомнении просите. Сомнение убивает веру. А без веры невозможно получить просимое. Просите же с верою, немало не сомневаясь. И если просимое на добро и на пользу душам и телам вашим и просится с верою, что получите просимое, то без сомнения все просимое вы непременно получите. Бог есть любовь. Он отец ваш. И в своей отеческой любви он не оставит вас, детей своих, в ваших нуждах и скорбях. Он заботится о вас и пасет на злачных пажитях. Бог, отец всякого блага. И все, что он подает своим детям, во благо им. Бог не мерую мерит благо любящим его, а то, что не на благо, ни душам вашим, ни телам, ни жизням, то не от Бога. Не просите сие и не принимайте, если кто и дает. Глава четвертая. Отвергните всякое сомнение. Сомнение враг веры. Имейте веру Божью. И по вере вашей да будет вам. И если не сразу получите просимое, не переставайте верить и просить. Не медлит Господь дать вам и просимое, но испытывает веру вашу, твердость и постоянство. И в свой час получите просимое. Если будете постоянные, не оскудеете в вере и будете тверды и непреклонны в молениях ваших. И просите у Бога друг о друге. Многое может усиленная молитва праведного в твердой вере и в непреклонном постоянстве творимое. Но просите лишь доброе и полезное. Не обманывайтесь. Бог не даст того, что не есть добро и что вам не полезно и не есть благо. А если и получите нечто неполезное и неблагое, то не от Бога. Уразумейте это и откажитесь от такого. Не питайте свои страсти и вожделения плоти. Они удаляют от Бога. Помните, те, кто близок к Богу, о Божьем и просят. И получают Божье, они в мире чтимое. Те же, кто еще мирские и плотские, те и мыслят по-мирски и по-плотски, жаждут мирского и просят плотское. Но да, не думает такой человек получить что-либо от Бога. Имея кровь, пищу и питье, будьте довольны. А не имея того, просите у Бога без гнева и сомнения. И дастся вам по вере вашей то, что сверх того, что не служит славе Божьей, но питает вашу гордыню, алчность и плотские вожделения, то от лукавого. Убегайте от греха. И все, что не служит славе Божьей, не дастся вам Отцом Небесным, ибо вредит и душам вашим, и телам вашим, и жизням вашим. Не путайте славу Божью и славу человеческую. Не путайте славу и бесславие. Не обманывайтесь Бог, не бывает поругаем, да не думает человек, путающий необходимое и излишнее, получить что-либо от Бога. Да не думает человек, путающий необходимое и излишнее, получить что-либо от Бога. А все, что излишнее, не от Бога. Разве что служит без остатка Божьим целям и его славе. И если что телесное служит для блага духовного, во славу Бога, тогда это не излишество, а изобилие Церкви Божьей даваемое, чтобы вы ни в чем не имели нужды, и все ваши необходимые нужды восполнялись. Не ищите славы от людей, не ищите того, что в мире, но Божьего ищите. Ищите Его славы, и Ему одному служите всем сердцем своим и всем своим разумением. И дастся вам по вере вашей, чтобы вы не имели ни в чем нужды в вашем служении и в вашей жизни. И порою Бог дает вам непросимое, а нечто лучшее, более ценное, что более полезно для вас. И верьте в ваши заботы Отцу Небесному. Он никогда не оставляет детей своих. Помните, Бог лучше знает, что полезнее для жизни вашей. Доверяйте Ему в этом, и во всем Ему доверяйте во все дни жизни вашей. Аминь. Глава пятая. Нужно ли ревновать о дарах духовных и просить о них Бога Отца Нашего Небесного? Да. Ревностно желайте духовных даров, возжелайте их всем сердцем, и вы получите наилучшие для вас дары от Господа, и познайте Его путь для вашей жизни во всей полноте. Не отвергайте Божьих даров. Они – проявление Бога в нас, для нас и через нас, для совершения Его святых и во свидетельство всему миру. Не отвергайте Божьего Его Слова, Его даров, Его чудес и Его служителей. Отвергающий Божье проявление Его самого отвергает. Принимающий Божье проявление Его почитает и сам почтен будет. Не идите против Бога, не отвергайте того, что от Него, ибо идущий против Бога – противник Ему. А таковое Царство Божьего не наследует. Их ожидает погибель и тьма вечная. Но вы принимаете Божье и более того, желаете Его всем сердцем. Верьте в Божье, возжелайте Божьего, молитесь о Божьем, и по вере вашей добудет вам. Сила Божья действует там, в тех и через тех, где эта сила в вере ожидается и с благодарностью принимается. Бог являет Себя и Силу Свою, когда и где возжелает. Нет этой силе преград. Но наипаче Бог являет Себя и Свою Силу там, где открыты для действий Божьих. Бог чтит святость, веру и стремление. Он благословляет их и отвечает на них. «Потому стремитесь к Божьему, веруйте всем сердцем, живите свято и не давайте места дьяволу, и Божья сила и его дары будут с вами, в вас, для вас и через вас. Стройте свой путь, свое служение и свою проповедь не на человеческой мудрости, а на мудрости свыше, мудрости Божьей, явлении Его силы и чудес. И ваш путь непременно будет успешен. Ибо где сила Бога, Его дары и чудеса, там и Сам Бог. И тот, кто искренне стремится познать Бога, не должен отвергать всего того, что от Него. Будьте открыты для действий Божьих, страстного желайте Божьего, ревнуйте о том, чтобы получить то, что от Него и дастся вам по вашей вере. Благословение Божье, Его силу, власть и дары не почитайте чем-то малым и недостойным внимания. Вспомните Якова и Айсава. Ибо желал Яков благословения больше всего на свете. Айсав им пренебрег. И потому Бог Якова возлюбил, а Айсава возненавидел. И стал Яков Исраилем. И произошел от Него целый народ. Ибо был благословен. Так и вы. Возжелайте того, что предлагает Отец наш Небесный всем своим детям. Будьте открыты для Его слова, Его силы, Его даров и чудес. И будете благословенны. Бог, Отец наш, желает одарить нас своими милостями и дарами, дабы мы были для всякого доброго дела приготовлены. И в этом Его любовь и забота. Не отвергайте Божьего, не отвергайте Его любви и милости. А кто Божьи отвергает, тот оставляет место для сатанинского, бесовского. Ибо ненаполненное Богом не остается пустым. Оно все равно наполняется, но уже не Божьим. Так принимайте же Божьи и не давайте место дьяволу. Глава шестая. Дары Божьи даются Вам и проявляются через Вас для служения другим. Это света, рассекающий тьму этого мира. Потому просить о дарах духовных не есть эгоизм. Если не для себя просите, а чтобы послужить многим, лишь бы сердце Ваше не возгордилось, помните, это не Ваши дары и не Ваша сила, а Божьи. Потому думайте о себе скромно. И будьте скромны и просты в Ваших помыслах, словах и делах. Сила, власть и дары духовные, они Божьи, они Ваши. Потому вся слава без остатка за все добудет Богу одному, а не Вам. Скромность и простота качества каждого и истинного служителя Божьего. А где гордыня, сварливость, гнев, превозношение, то не от Бога. Опасайтесь этого. Истинный служитель другим служит, а не ищет, чтобы ему послужили. Истинный служитель другим раздает, а не ищет, где, как и у кого урвать. Да, сеющий доброе, достоин своей награды. И пожнет, если не ослабеет. Но прежде нужно сеять, а потом уж пожинать. Сеять обильно, полной мерой. Сеять с любовью. И не ищите славы от людей. И если кто прославляет Вас, не принимайте этого. Да будет вся слава Богу. И Бог благословит плод рук Ваших, если такие дела совершаются во славу Его. Будьте скромны, мирны, и за все воздавайте славу Богу, и Бог мира да будет с Вами. Аминь. Пусть Ваши мотивы и желания будут чисты и скромны, и Бог благословит их. Но радуйтесь и тому, что служит славе Божьей, даже если идет от неверных мотивов. Неверные мотивы и желания по милости Божьей исправятся, а слава Божья останется и пребудет вовек. Но все-таки лучше для Вас и всех вокруг Вас, если Вы сразу идете путем прямым, а не блуждаете, как слепые и незнающие. Изберите сразу верные мотивы и желания, и Вы сразу изберете верный и прямой путь. Но и неверный путь исправляется и испрямляется, если мы отвергнем себя и свои собственные желания и амбиции, и начнем искать Божье и славы Ему одному. Аминь. И да будет во всем любовь Божья. Кто любит много, тот и Богом больше возлюблен. Кто больше любит, в том больше Бог проявляется, ибо Бог есть любовь. Любовь есть совокупность, совершенство. Будьте же совершенны в любви, как совершенен в любви и Ваш Отец Небесный. И все, что Вы делаете в любви, любовью Божьей наполняется. А где Божья любовь, там и Сам Бог. Потому лучший и самый чистый и совершенный мотив для любого деяния – это любовь. Любовь есть самый истинный и чистый мотив. Где любовь, там чистота и святость. А где нет любви, там нет и Бога. А где нет Бога, там нет истины и света. Потому ревностно желайте даров духовных, но желайте в любви, и дастся Вам по вере Вашей. И Сам Бог наполнит Вас силою Своей, дабы Вы не имели недостатка ни в каком даровании. Ему единому, премудрому, вечному Богу и слава за все и во всем во веки веков. Аминь. Глава седьмая. «И прося у Бога Божьего, не получите иного того, что от Него. Какой Отец, если Вы просите у Него хлеб, даст Вам яд? Или разве Он позволит, чтобы другое Вам дал яд? Так и Отец наш Небесный не даст нам иного того, что не есть благо, и не позволит, чтобы нам другое предложили. Ибо кто с Богом, им и защищается. Нет защиты Божьей лишь у того, кто не с Богом. И не даст Бог Вам того, что не есть благо, если Вы с Богом, и Бог в Вас и защитит от дурного. Доверяйте Богу, просто доверяйте Ему, Его Слову, Его Голосу и Его Воле. И не пускайте в сердце сомнение. А где сомнение, там открытая дверь для отпадения от веры. Ибо сомнение – друг неверия и враг веры. Можно сомневаться во всем, что от этого мира, но не в Боге и не в том, что от Него мир лежит во лжи, зле и тьме, а Бог есть истина, добро и свет. Пребывайте в Боге, и Вы будете пребывать в истине и свете. И тьма убегает от света, хотя будет пытаться повредить Вам, но Бог – Ваша защита, Ваша помощь и поддержка. вере, надежде и любви. Вы не сильны сами по себе, но Бог, который с вами и в вас пребывает, Он силен. И именно в этом сила Ваша. Сейчас Вы живете в этом мире, а в этом мире все имеет свою цену. Не бойтесь заплатить цену, чтобы получить еще большее и лучшее. Не бойтесь оставить комфорт, положение, богатство и тому подобное для того, чтобы получить Божьи дары, Божьи служения и Божью жизнь. Не бойтесь отдать человеческое, временное, чтобы получить Божье, вечное. И кто оставит многое, тот в Боге еще большее получит, но получит не человеческое земное, а Божье, небесное, ибо все земное сгорит, а небесное пребудет вовек. И Бог благословит путь Ваш, если этот путь будет Божьим, по Его воле, ради всех детей Его. И именно на этом пути явление Божьей силы и чудес, ибо там Бог. Не бойтесь ошибок, бойтесь неисправления их. Все мы много согрешаем, но праведники каются, и Бог прощает грехи их. Святой не значит безгрешный. Безгрешный лишь Бог свят тот, кто не желает оставаться во грехе и меняется, отдавая себя Богу. И сила Божья меняет души и сердца и жизни человеческие, наполняя их светом и истиной и ведя путем правды. Ободритесь, держитесь за Бога, и Он не оставит вас и поддержит вас в вашем шествии на Его пути. Не бойтесь и не страшитесь, Бог с вами и в вас, если вы с Ним и им наполняетесь. С вами сила Бога нашего, Его власть и дары. И довольна для вас сей благодати во все дни вашей жизни. Аминь. Глава восьмая. Будьте всецело преданы Богу и всему тому, что от Него, Его Слову, Его воле, Его служению, Его служителям и Его народу. Ищите преданных Богу людей, общайтесь с ними, совместно служите Господу и будьте преданы друг другу в любви и истине даже до смерти. Преданность выше ума, преданность выше красноречия и прочих талантов. Потому и Бог прежде всего избирает не самых великих и не самых мудрых и не самых красноречивых, но тех, чьи сердца вполне преданы Ему. отдавайте Господу свое сердце, отдавайте полностью, без остатка, и взамен вы получите сердце новое, сердце наполненное любовью, верой и надеждой. Удаляйте пустое из сердца, пустые мечты, пустые помыслы и пустые желания. Наполняйте свое сердце Богом, наполняйте свое сердце Божьим, будьте преданы Богу и всему, что от Него, будьте преданы даже до смерти, и получите венец жизни. Время испытаний, лучшее время для явления вашей веры и преданности, и верен Господь тем, кто всецело верен и предан Ему. Не сомневайтесь в Боге, Он верный и Он с вами во все дни вашей жизни до скончания века. Глава девятая И спросили люди ищущие всякое ли слово о Боге от Бога? И ответили им в Духе Святом. Новое слово от Бога, Его живое откровение никогда не противоречит Божьему Слову данному прежде, но раскрывает и дополняет его. Так было, так есть и так будет. И оно дается не власти ради и не для корости, а для назидания, ободрения, утверждения в истине, наставления в чистой жизни к вещей славе Господней. А если не так, то это не от Бога, но человеческое, плоское, сатанинское. Так вы узнаете истинный источник любого сказанного слова, да и источник всего. И Божий источник никогда не будет мутным, но он всегда чист и свят, и он несет свет, истину, радость и праведность в Духе Святом. Но где другой Дух и нечистые мотивы, и где другое благовествование, то нет Бога. Удаляйте из тех, кто не Божьи несет этих лжеслужителей, лукавых делателей или людей поврежденного ума, которые и сами шагают в пропасть и других увлекают за собой. Таковых не просто удаляйся, но даже не принимай и не общайся с ними, а если нужно, то и изгоняй ради всех истинных Божьих детей. Аминь. И спросили люди ищущие, почему порой нет продвижения в делах, почему некоторые двери затворены и ответили им в Духе Святом, пока грех в вас живет, тот грех, о котором вы знаете, но от которого не хотите избавляться, ибо вам он по сердцу, или вы не противостоите ему со всей силою, то дальнейший ваш путь закрыт, тот путь, что ведет к Божьим высотам и Божьим победам. Но вы, Божий народ, те, кто вполне предан Богу, противостоите дьяволу, удаляйтесь всякого греха, не оправдывайте его и не живите в нем. И кто одерживает с Божьей помощью победу в малом, тот готов к более сильным сражениям и к новым победам. И таковому больше дается, ибо кто верен в малом, того Отец поставит над многим. И ранее закрытые двери распахнутся, ибо сам Господь распахнет их и вручит вам ключи. И то, что распахнет Господь, ничто и никто не закроет, разве что какой грех или противление истине, которое в вас возникнет. Но где святость и праведность, выраженная через веру в делах ваших, там и Господь, а где Господь, там и победа. Ибо с Господом все возможно, если нет в том препятствия с вашей стороны? Да, есть и противление сатаны, ибо его желание все разрушить и погубить. Но если вы с Богом и Бог в вас и за вас, когда вы свои тела отдаете ему в жертву святую и благоугодную, то кто и что может противостоять Богу? Ибо если Бог за вас, кто против вас, тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Ваша искренняя вера, отраженная в делах ваших и в вашей искренней любви, в святой и богоугодной жизни, и ваша покорность истине, и есть победа ваша. Ибо кто живет в любви и праведности и держится истиной всем своим сердцем и разумом, тот и отражает свет Христов. А где свет Христов ярко озаряет все вокруг, там нет никакой тьмы, ибо свет изгоняет всякую тьму. И этот свет в вас, если вы, как чистое зеркало, отражаете свет Христов. Да будет так везде, всегда и во всем, ибо это воля Божья для нас, озарять темный мир светом Христовым. И чем больше света в вас, и чем больше вы отражаете свет Христов, тем больше этого света вокруг, и тьма отступает. Это и есть истинная победа. Перед самой зарей тьмы становится все больше, но потом воссияет свет. Сначала малый, потом все больше, и наконец взойдет и полным светом, и воссияет солнце праведности, которое мы и ожидаем вскоре, ибо еще тьма, но уже наступает заря, и скоро все предначертанное свершится. Аминь. Субтитры